Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, вам нравится наше океаническое путешествие, и вы уже готовы погрузиться на серьезную глубину. 662 метра. Пожалуй, самое труднодоступное место для добычи ингредиента за всю историю нашей компании. Океаническая вода на такой глубине обладает особыми качествами. Исключительной чистотой, прозрачностью и, самое главное, богатейшим минеральным составом. Такая минеральная насыщенность обусловлена циркуляцией воды в Мировом океане на большой глубине, так называемой глобальной конвейерной ленте, в результате которой вода медленно движется по планете и насыщается первородными минералами, которую выплескивают на океаническое дно глубоководные вулканы, гидротермальные источники. Химический состав такой воды максимально близок к составу нашей крови. Благотворное влияние минералов из морской воды на организм изучается уже многие десятилетия. Однако именно вода из глубины океана обладает свойствами, которые продолжают удивлять ученых со всего мира. И на сегодняшний день существует уже более 40 научных работ, в том числе клинических испытаний, посвященных положительному влиянию океанических минералов на организм. Добыча минералов с глубин океана сопряжена с огромными сложностями. И на сегодняшний день на всей планете есть лишь 4 места, где это возможно. Гавайи, Япония, Корея и Тайвань. Для этого необходимо, чтобы недалеко от береговой линии была большая глубина. Таким образом становится возможным разместить сооружение с насосами и сложной системой фильтрации и протянуть от него трубу на необходимую глубину. Производство нашего нового продукта, Ocean Min, находится на восточном побережье острова Тайвань. Здесь расположился комплекс, включающий насосы, многоступенчатую фильтрацию, оборудование для десалинизации и концентрации океанических минералов из воды, добываемой с глубины 662 метра. Благодаря применяемой здесь запатентованной технологии стало возможным получение концентрированной формы океанических минералов 70 макро- и микроэлементов во главе с магнием. И наш новый продукт Ocean Min в виде стиков с порошком для разведения в воде наконец даст возможность получить всю силу океана. А что это значит для всех нас, расскажет несравненная Ольга Алексеевна Бутакова. Спасибо, Сергей, и добрый день, дорогие участники форума. Я рада вас приветствовать на этом замечательном событии ежегодном, на котором мы смотрим все самое лучшее, что у нас может быть. И я сегодня рада буду рассказать вам информацию, которая, может быть, вам нужна и полезна. Сегодня у нас необычное выступление, сегодня у нас запуск. И я приглашаю вас на глубину океана. Внутри нашего организма тоже находится океан, океан энергии, плазма, цитоплазма и различные другие энергетически заряженные жидкости. И наша клетка находится в этих жидкостях, как рыбки в океане. И ей эта среда является родной. Потому что, на самом деле, в последнее время ученые склоняются к тому, что жизнь вышла из океана. И океан готовит нам очень много разных загадок. Поэтому то, что вы сейчас видите, это совершенно уникальные внутриклеточные процессы, которые нам только еще предстоит разгадать. Мы очень мало знаем о клетке, но мы уже начинаем приближаться к ее тайнам. Поэтому мой сегодняшний рассказ будет о тех загадках, которые могут подстерегать нас, которые мы должны решить и которые находятся в глубине нашей клетки. Итак, мы начинаем погружение. Посмотрите, какая удивительная наша клетка. Это что-то космическое. Это непонятно, откуда произошло. То есть я не представляю, как может такая красота родиться в глубине океана. То есть это целый мир, внутриклеточный мир, в котором происходят невероятные сложные процессы, которые обеспечивают нам жизнь. То есть мы даже не знаем, что такое жизнь, но мы живем, пока живут наши клетки. Мы вышли из океана, это абсолютно точно. И большинство ученых к этому сейчас склоняется. Посмотрите, каким образом мы функционируем. То есть вот на этом рисунке вы видите практически океаническую тайну. И энергия наша вся находится в совершенно уникальных местах. Это митохондрии. Мы с вами так глубоко в клетку еще никогда не опускались. Но сегодня у нас именно погружение. Именно погружение на глубину. Давайте погружаться. Что такое митохондрии? Митохондрии раньше были бактериями. Можете себе представить, что в каждой клетке у нас живут бактерии, которые обеспечивают нам заряд энергии. То есть митохондрии разряжаются, они заряжаются. Это практически аккумуляторные станции. Я не знаю даже, какая в них течет реакция химическая, электрическая, физическая. Но они каждый день наполняются энергией. И каждый день эта энергия служит нам для того, чтобы мы осуществляли свою жизнедеятельность. Это невероятные законы. У митохондрии свои источники, свои механизмы, свои ни с чем не сравнимые способы преобразования химической энергии в энергию, которую мы используем для своей жизни. Огромное количество органов ждут каждый день эту энергию, используют ее. И мы регулярно должны пополнять запасы своей энергии. Как пополнять запасы энергии? Каким образом живет митохондрия? Никто этого точно наверняка на 100% не знает. Поэтому есть люди энергичные, есть люди не очень энергичные. Но то, что митохондрии каждый день должны наполнять аккумуляторы... Вот представьте себе, у вас есть сотовый телефон. И если он к вечеру разрядился, вы ничего не можете никому сказать, ни о чем не можете спросить. Вот так же и митохондрии. Вы утром встаете, а митохондрии разряжены. И в этот момент вы ощущаете усталость, слабость, раздражительность, какое-то, может быть, нежелание выполнять какую-то вашу любимую, даже, может быть, работу. То есть все испытывали эти состояния не раз в своей жизни. И поэтому митохондрии – это следующий уровень нашего познания. И Академия уже спустилась мысленно на эту глубину. Я уже точно знаю в пределах известных человечеству знаний, как работают митохондрии, что им надо. И я сейчас поделюсь этими знаниями с вами. Потому что на самом деле все болезни рождаются от недостатка энергии. Вот посмотрите, сейчас перед вами совершенно уникальная картинка. Океан приоткрыл нам свои тайны. Вот клетка здесь выглядит уже совершенно по-другому в виде схемы. И обратите внимание, в цитоплазме находится 50% магния, в ядре находится 10% магния. И митохондрия, она обозначена зелененьким, в ней находится 30% магния. И 10% магния находится за пределами клетки, в межклеточной воде. То есть магний – это внутриклеточный микроэлемент, в отличие от кальция. Хотя кальций тоже есть в клетке, и он тоже у нас там работает. Но магний – это совершенно уникальный микроэлемент. Я много раз вам рассказывала, что на первом месте в организме стоит калий. Это внутриклеточный механизм передачи энергии калий-натриевые насосы. И мы потребляем воду, и она проходит по каналам. Но вместе с водой у нас проходят электроны, которые нам необходимы для того, чтобы произошла зарядка наших внутренних аккумуляторов. Сейчас вы видите мембрану клетки. И обратите внимание, она тоже похожа на океан. То есть все в нашем организме напоминает нам отдаленный океан, потому что мы состоим из воды. Японцы шутят на эту тему, что 30% – это суши, а остальное у них, так сказать, океан. Поэтому на самом деле очень сложные механизмы. Но мы не можем их регулировать. Эти механизмы регулируют нас. То есть все течет по своим законам. Мы этих законов не знаем. Калий заходит, несет электрон. Натрий выходит, несет электрон. И у нас огромное количество продуктов, которые работают на эти электронные механизмы. Это и Пентакан, это и H-500, это и Коралл Майн. И, естественно, мы стараемся нормализовать эти клеточные механизмы, для того, чтобы мы не испытывали никогда потребности в энергии. Но эти потребности, они более значительны. И мы должны их удовлетворять для того, чтобы работали наши основные механизмы. А основной наш механизм – это центральная нервная система. Посмотрите, вы сейчас видите уникальный кадр, как два нейрона пытаются организовать взаимосвязи друг с другом. А что такое взаимосвязи? Взаимосвязи – это наши мысли, это наши чувства, это наши слова, это наши дела. Когда нейроны общаются, мы вспоминаем или забываем, мы любим или воспитываем детей. То есть это все высшая центральная нервная деятельность. И вот для этой высшей центральной нервной деятельности, так же, как и для сотни других механизмов, которые происходят в нашем организме, необходимы минералы. Причем не просто минералы, нам необходимы минералы в матрице, то есть в определенных соотношениях – магний, калий, натрий, кальций. Есть еще другие минералы, у нас много еще щелочных минералов. И желательно, чтобы мы получали не отдельный магний, не отдельный кальций, не отдельный натрий, а желательно, чтобы мы получали все-таки какую-то универсальную схему. И вот если мы ощущаем усталость, а почему у нас может развиться усталость? Что такое вообще усталость? Усталость – это когда наши митохондрии пустые и ничем не могут нам помочь. Причин множество. Это и учеба, это и работа, это и стрессы. А сейчас весь мир находится в стрессе. Это и неправильный режим труда и отдыха. Это нарушение сна, это различные хронические заболевания. Это биоритмы. Мы все летаем по планете, но сейчас уже не летаем, но будем, я надеюсь, летать. И мы снова увидим друг друга и будем радоваться. Но все это деятельность. И эта деятельность истощает наши минералы, потому что они расходные. У нас вырабатывается огромное количество молочной кислоты. И эта молочная кислота, она нейтрализует. Поэтому нам нужно ежедневное пополнение запасов магния, калия. Причем кальций хранится у нас в основном в костях. И мы можем доставать их оттуда. И поэтому будет серьезное заболевание, остеопороз. Но магний у нас хранится в мышцах. То есть мы не можем брать магний из мышц, потому что произойдет истощение. И наступят проблемы, которые будут более серьезные. Вот что такое вообще утомляемость? Утомляемость это отдельное состояние. И следствие истощения минерального запаса. И может возникнуть в один прекрасный момент не просто истощение, а переутомление. А переутомление уже становится опасным для здоровья. Потому что заметить его не очень просто. Нет никаких анализов, чтобы описать степень вашего переутомления. На этом уровне врачи еще не работают. Если вы приходите к врачу и просите больничный лист или освобождение от чего-нибудь. И говорите, я просто устал. То вам врач скажет, ну не придумывайте. У вас кровь в порядке, все в порядке. Но когда кровь будет уже не в порядке, нам уже будет бесполезно что-то делать. А усталость начинается именно на клеточном уровне. И начинается она именно с истощения магния калиевых запасов. Причем калий это механизм на каждый день, который обеспечивает клеточное дыхание. А магний это вся та поддержка, которая осуществляется в мышцах. Когда мышцы сокращаются, они, так сказать, работают кальций. Он выходит из своих депо и сокращает мышцу. Но дальше мышца должна расслабиться. И вот это расслабление, за это расслабление отвечает именно магний. Поэтому у нас нет никаких анализов, чтобы мы могли проверить магний. Но заметьте, всегда, когда человеку плохо, и когда приезжает скорая помощь, и когда он попадает в больницы, всегда на первое место выходит панангин. Это внутривенное или таблетированное введение именно калия магния. Поэтому я всегда говорила в академии, что мы с вами будем уходить все больше и больше на глубину. Мы будем смотреть гомеостазы, мы будем смотреть нативные соотношения. Потому что, ну, в принципе, мы могли бы выпить просто порошочек магния. И у нас есть совершенно потрясающий коралл магний. Но у нас есть еще много магния в составе наших продуктов. Но мы их должны скушать. А речь идет о том, что нам надо выпить. Причем нам надо выпить магний с большой концентрацией. Вот посмотрите сейчас на эту статистику. 85% перенесших инфаркт имеют дефицит магния. У людей с истощенной нервной системой магниевые ферменты в крови нарушены. 70 до 72% населения США страдают признаками низкого уровня магния. В России, естественно, никто никого не обследовал над магний. Там хотя бы, ну, хотя бы выжить в этой основной ситуации, да. 25% населения Франции, 40% населения Германии. И суточная потребность магния у нас достаточно высока. То есть это 400 миллиграмм в сутки. Можете себе представить? Это огромное количество. А восполнять мы можем только в два раза меньше. Поэтому мы должны понимать, что нам нужен источник магния, который мы можем использовать каждый день. И причем лучше, если он будет не в капсуле, а лучше, если он будет в воде. Потому что Coral Mine отличается от Ocean Mine принципиально. И, наконец, у нас будет такая возможность получать вот этот вот уникальный препарат, уникальный минерал именно в воде. Потому что мы состоим из воды. Кровь – это вода, лимфа – это вода, слюна – это вода, межклеточная жидкость, внутриклеточная, цитоплазма, плазма – это все энергетическая вода. И вот центр этой энергетики – это щелочные минералы, которые переносят электроны. Поэтому всегда, когда мы испытываем спазмы, судороги, вялость, всегда, когда мы испытываем усталость, истощение, когда у нас нет настроения, когда нас не радует жизнь, когда мы не можем сочувствовать или сопереживать другим людям, это не потому, что мы не хотим. Это потому, что у нас просто нет энергетических ресурсов. И самое точное слово человек говорит – я просто устал, я просто выгорел. Что такое выгорание? Это тоже клеточный уровень, потому что в организме нечему выгорать, там ничего не горит. Но вот именно эти клеточные механизмы, они могут нарушить работу любого уже макрооргана – печени, почек, мозга, центральной нервной системы, зрения, памяти. То есть я вам покажу, каким образом работает механизм памяти. Вот обратите внимание сейчас, магний нужен для белковых мембран, он нужен для ДНК, репродукции молекулы, для РНК, рибонуклеиновой кислоты. Он – основа работы митохондрий, он нужен для синтеза ферментов. Более 300 ферментов работают с участием магния, и магний является запускающим механизмом. Он нужен для белков, а мы состоим из белков. И поэтому мы – это белок, который постоянно окисляется и восстанавливается. У нас есть в клетке эндоплазматические ретикулемы, мы когда-нибудь тоже их посмотрим, как они выглядят. И везде нужен магний, калий, натрий и кальций. И процесс вот этого постоянного окислительно-восстановительного процесса – он абсолютная загадка. Как мы можем почувствовать, что у нас недостаток магния? Это все. Это и токсикозы, и сердечно-сосудистые заболевания, и варикозы, и камни в желчном пузыре, сгущение желчи, и судороги, и запоры, и стрессы, и диабет, и остеопороз, и аритмии, и спазмы мышц. Вот спазмы мышц – это первый ведущий такой комплекс. Но у нас есть главная мышца – это мышца нашего сердца. И иногда спазм этой мышцы может привести просто к реальной остановке сердца. Поэтому мы должны обязательно заботиться не только о том, чтобы у нас было достаточно воды, но чтобы у нас было реально достаточно минералов, особенно магния. Мы уже научились балансировать кальций в своем организме. Это давно. Мы уже научились балансировать калий. То есть мы идем по этой дороге уже 20 с лишним лет. И вот теперь настала роль именно матрицы. Именно калий, магний, кальций, натриевой матрицы. Причем натрий здесь нам не очень нужен, потому что он будет задерживать воду. И поэтому в новом продукте, про который я вам расскажу, натрий немножечко, так сказать, удален. А вот посмотрите сейчас совершенно уникальная история, как магний может изменить состояние целой Вселенной. Обратите внимание, хлорофилл. Хлорофилл содержит огромное количество молекул. И центральным является магний. И это называется зеленая кровь растений. Еще никто не разгадал загадку хлорофилла. Мы не можем его синтезировать. Но при замене только одного минерала магния на железо абсолютно та же идентичная формула. Возникает кровь человека. И это таинство, которое мы еще не знаем. Это совершенно уникальная история. Я вам обещала показать МДА-рецепторы. Это рецепторы мозга. Вот представьте себе, что вот эти рецепторы отвечают за нашу память. Вот как они выглядят в виде белковых молекул. А вот так они выглядят на схеме. И вот видите, в центре написано магний. Это магниевая пробочка, которая на самом деле выходит, заходит. И внутри появляются очень, так сказать, важные процессы запоминания. Магний – это главный враг усталости. Он регулирует возбудимость, генерирует энергию, борется с бессонницей, улучшает механизмы пищевого поведения, расслабляет мышцы. И наш главный продукт, новый запуск – это Ocean Min. Это самый простой способ восполнить магний. Это концентрат глубоководных океанических минералов в нативной матрице океана. С глубины 662 метра берется совершенно прозрачный слой минерализованной высокоплотной воды, который никогда ни с чем не смешивается, который протекает по всей планете в виде ленты, который абсолютно чистый, абсолютно нативный и уникально минерализован. Он называется источник Deep Ocean Water. То есть это уникальная вода. Так появился новый продукт, который концентрированная сила океана. Это называется просто добавь Ocean Min. Результаты показали очень хорошую, так сказать, клиническую базу. Это физическая работоспособность, мышечная выносливость, укрепление костно-мышечной системы, быстрое восстановление, электролитный баланс. То есть проводилось огромное количество исследований. И Ocean Min нам реально поможет справиться с чувством усталости, поддержать работу сердца, уменьшить тромбообразование, что особенно сейчас важно, укрепить костную ткань, нормализовать свой психоэмоциональный баланс. И на событии, которые были на «Золотые для золотых», компания подарила лидерам этот продукт. И уже есть первые результаты. Давайте их посмотрим. Привет, друзья! Как вы думаете, что у меня в руках? Новый продукт компании Ocean Min? Конечно! Но у меня в руках нечто большее. Сокровище. Задержимое этого пакетика превращает воду в божественный, фантастический минеральный напиток, который дарит вам силу, энергию и спокойствие океана. Пью месяц. Что получилось? Во-первых, минус спазм. Причём везде. Мышцы, кишечник, сосуды. Организм работает, как часы, глаза сияют. Потому что минус стресс. Любой стресс превращается в лёгкое недоразумение. И младенческий сон. Ну и, наконец, кожа, ногти, волосы сияющие. Настолько полна минералами эта вода. Это лучшая вода, которую я пила. И я желаю каждому из вас добавить в свой рацион этот фантастический секрет. Земли и океана. О первозданной жизни. Ваше здоровье. Друзья, всем привет. Меня зовут Константин Тарнопольский. И так получилось, что отец привил мне любовь к спорту. Я всю жизнь занимался разными видами спорта. И сейчас, в свои 40 лет, я очень плотно, очень серьёзно занимаюсь теннисом. Большим теннисом. Соответственно, вы понимаете, какая-то нагрузка, это быстрое ускорение, это работа рук, ног, это спина, это все группы мышц задействованы. И знаете что? Всегда стоял вопрос максимально быстрого функционального восстановления. И в компании Кролл Клаб появился новый продукт. Ошин Мин, я его уже попробовал на себе, я его испытал. Могу вам сказать, что вот этот продукт, который добывается на глубине 662 метра, который насыщает воду минералами, очень круто работает на снятие крепатуры, вывод молочной кислоты и очень крутое восстановление после больших физических нагрузок. Также вы должны понимать, что обычному человеку точно так же есть нехватка микро-макроэлементов. Причём здесь это всё органика, это всё природное, которое быстро, легко усваивается, действительно феноменально работает. Могу вам сказать, что это просто продукт, который будет покорять мировые рынки, потому что за этим гоняют очень многие люди. Функциональное восстановление, оно очень важно на сегодняшний день. Пробуйте, пейте и будьте здоровы. До встречи. Итак, кому же нужен наш продукт? Наш продукт нужен практически всем. Наш продукт нужен тому, кто испытывает физические нагрузки. Он нужен тому, кто хочет, чтобы у него постоянно было много энергии. Он нужен людям, которые занимаются спортом. Он нужен всем, кто испытывает усталость, всем, у кого тяжёлый труд. Он нужен взрослым, он нужен пожилым людям. Он нужен всем, кто заботится о своём состоянии здоровья, потому что это уникальный продукт.